Каждое предприятие, где произошёл несчастный случай, обязано не только провести расследование, но и сообщить о его результатах специалистам комиссии по охране труда. Среди причин – травм, невнимательность и пренебрежение правилами. Поднялся на кузов автомобиля, расположился возле кабины автомобиля, и не произведя зацепку груза в нарушение требований технологической карты, а также его производственной инструкции, инструкции по охране труда и промышленной безопасности, не покинул кузов автомобиля, при этом подав команду ВИРа. Чтобы снизить количество несчастных случаев, проводится большая работа. Тематические совещания и семинары, закупка защитных костюмов и регулярные медицинские осмотры. «Рассмотрели следующие вопросы о создании условий охраны труда на предприятиях города, подвели итоги межведомственного контроля за соблюдение трудового законодательства за 2022 год, провели анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний, также провели организационные мероприятия, среди них это семинары, совещания по труду и охране труда, по итогам года их было 16, и подвели итоги двух конкурсов – «Лучший специалист по охране труда» и «Конкурс детского рисунка». Также на заседании озвучили план работ на следующий год. Так как мероприятия 2023-го показали свою эффективность, их и решили взять за основу. «Это непосредственно проведение конкурсов по охране труда и по труду, и также назначены заседания в этом плане, не менее двух заседаний комиссий в год, то есть мы также будем дважды в год собираться с членами комиссии, и также будем рассматривать ряд вопросов, которые возникают у работодателей, в том числе в течение года». Также отчитались по поводу данных поручений. По словам членов комиссии, все они, как и план текущего года, выполнены в полном объёме. Екатерина Балакина, Рамазан Бруниев, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова